Здравствуйте, уважаемые телетрители! Мы рады вновь приветствовать вас на телепроекте Дорога к храму. Традиционно по субботу мы встречаемся с вами здесь, в Татроицком храме, а также с моим постоянным соведущим, благочинным Миргинского округа, Протеереем Владимиром Севряком. Здравствуйте, отец Владимир! Здравствуйте! Мы с вами встречаемся в преддверии Великого Поста. И, наверное, сегодняшнюю нашу беседу стоит посвятить этому большому событию для православных христиан. С чего начнем, о чем будем говорить? Спасибо большое, Татьяна. Мне сегодняшнюю беседу как раз хотелось бы посвятить событиям очень важному периоду в жизни каждого христианина, Великому Посту, и поэтому немножко изменить такому традиционному ходу наших бесед. Мы сегодня не будем общаться на библейские темы, мы это обязательно возобновим с нашей следующей передачи. А сегодня хотелось бы немножко поговорить о Великом Посте, о Посте как таковом, о тех подготовительных неделях, которые предшествовали Великому Посту и которые помогают для каждого христианина как можно глубже раскрыть перед собой, с одной стороны, суть Поста, что он может значить в моей жизни, а с другой стороны, то, что я, собственно, должен делать такого в дни Великого Поста, чтобы он мне принес определенные положительные плоды не только для моего тела, но в первую очередь для моей души. Вся жизнь христианина, она призвана быть христоцентрична. Ну, собственно, буквально совсем недавно мы вместе с нашими телезрителями обсуждали, рассматривали, анализировали, общались на тему библейских заповедей. И помните ту самую главную заповедь, самую первую заповедь, которую, к огромному сожалению, практически за крайне редким исключением, когда задаешь вопрос, кто-то может назвать, в том числе и из людей, называющих себя христианами. Это заповедь «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов иных». Или в сокращении все заповеди можно вместить в две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоею, и вторая, подобно ей, возлюби ближнего, как самого себя». То есть в основе всего стоит Бог. И поэтому стремление человека к Богу, который является источником нашей жизни, источником блага, источником веры, источником любви, конечно, для каждого человека будет, несомненно, уже автоматически будет благом. И поэтому, конечно, вновь повторюсь, что вся наша жизнь и молитва, и богослужебное устроение, и тот так называемый церковный устав, который регулирует жизнь человека в течение года, в течение, может, месяца, вот он тоже призван выстроить некую систему. Он призван встроить человека, встроить его молитвенную жизнь, встроить его духовную жизнь в некую систему. Вот ту систему, которой уже практически почти две тысячи лет. Ну, конечно, тот устав, по которому мы живем, он сформировался не в первое, там, второе или третье столетие, он формировался в течение всей церковной истории, но его основная задача было содействовать внутреннему формированию, внутреннему правильному формированию настоящей христианской личности и помогать выстраивать его взаимоотношения с Богом. Вот здесь как раз не самое последнее место в этом устроении, в этой жизни, такой духовной жизни, религиозной жизни человека, как раз не последнее место занимает и так называемые посты. И для христианина очень много постов, в принципе, но здесь мы должны обратить внимание, что церковь живет по уставу лавры преподобного Савы Освященного. И вот тот устав, который существует в церкви, это устав, наверное, более все-таки монашеский. И для того, чтобы жить такой жизнью, нужно определенное и внутреннее устроение человека, вот и определенный внешний ритм жизни. Вот если в монастырях там, конечно, все подчинено молитве, все вот по-настоящему христоцентрично, вся жизнь монаха, весь его дневной распорядок, он вот сообразуется с учетом той богослужебной практики и молитвы, которая присутствует в монастыре. Вот жить мирянину так, человеку, который обременен и какими-то семейными своими вопросами, задачами и бытом, который обременен профессиональной деятельностью, конечно же, так невозможно. Вот, но если опять же обращаться к нашему уставу, вновь повторюсь, который вышел из монастырей, то постных дней в году у нас более половины. Во-первых, это каждая среда и пятница, и во-вторых, четыре многодневных поста, из которых самым главным, вот самым значимым для каждого христианина, конечно же, является Великий Пост. Вот тот пост, в который сейчас мы вместе с вами и входим. А если мы обратимся к остальным постам, Петров пост, Успенский пост, Рождественский пост, то, в принципе, и в самих богослужениях, но в молитвословиях мы это ощутим, а во внешнем строе богослужений, в принципе, перемены, заметные для человека, глубоко не погруженного в устав, он, собственно, этого и не заметит. Но в дни Великого поста это будет ощущаться во всем, даже в облачениях священнослужителей. Если человек приходит на обычную службу, он видит священнослужителей, служащих в таких золотистых облачениях. В Великим Постом мы облачаемся в фиолетовые облачения и в облачения черного цвета. То есть происходит вот нечто совсем другое. Вот ритм богослужений выстраивается совсем иначе. Появляются замечательные литургии прежде освященных даров, которые вот внесут в себе какую-то такую тихость, какую-то внутреннюю сосредоточенность. И уже, как я уже выше сказал, задолго до Великого поста, практически за четыре недели, Церковь начинает предуготовлять нас к этому событию. Ничего подобного нет ни перед Петровым постом, ни перед Успенским, ни перед Рождественским, только перед Великим. Существует несколько таких вот недель. Первая неделя в церковной такой богослужебной практике, она называется неделей мытаря и фарисея. А вторая неделя – неделя о блудном сыне. Третья неделя – неделя о страшном суде. И вот последняя неделя или последнее воскресенье, которое, собственно, вот завтра и будет происходить, это неделя, где мы воспоминаем изгнание Адама из рая. А во вторую очередь, это воскресенье как бы и в народной практике, и в церковной более известно, как прощенное воскресенье. Когда перед вступлением в дни Великого Поста мы и спрашиваем все друг у друга прощения. И вот здесь мне хотелось бы, наверное, очень вкратце остановиться и поговорить об этих неделях, потому что каждая от чего-то предостерегает и к чему-то нас подвигает. Ну, неделя о мытаре и фарисеи. Мы вспоминаем притчу, которую Господь рассказал своим ученикам и тем людям, которые его окружают. Вкратце, некто фарисей и мытарь зашли в храм помолиться. И фарисей молился так, гордо подняв голову к небу, что «благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, там, прелюбодеи, хищники, убийцы, или вот как вот этот мытарь». Он начал похваляться, там, «я пощу столько-то, я даю столько-то, десятину, я еще там что-то делаю». И действительно он это делал. А мытарь, он стоял, опустил голову, не смел свой взгляд поднять на небо, бил кулаком в грудь и говорил, «Боже, буди милости в мне грешному». И вот Господь говорит, что мытарь ушел более оправданным, а мытарь – это был все-таки человек-грешник, человек, который не вел такую напряженную религиозную жизнь. А в фарисе это был человек, который считался некой элитой, религиозной элитой израильского народа. И вот если мы понаблюдаем за фарисеем и мытарем, то в жизни фарисея или в его облике мы видим такую вот некую горделивую позу, мы видим какое-то осуждение, мы видим превозношение этого человека над всеми остальными, в том и числе над этим несчастным мытарем, который стоял рядом. Жизнь мытаря, она была полна грехов, но в облике мытаря мы встречаем глубочайшее смирение, мы встречаем понимание того, что пред Богом никто не может быть чист, потому что вот каждый человек на фоне вот той чистоты, на фоне той святости, которую мы встречаем Богом, он будет все равно темным пятном. И понимая, не понимая, наверное, такого глубокого понимания, конечно же, у мытаря не было, но где-то ощущая это, мытарь говорит, Боже, буди милостивыми грешным. Это Евангелие напоминает нам о том, что да, молитва, она должна быть сердцевиной основы духовной жизни человека, но не всякая молитва может окрылять человека, не всякая молитва может возносить его к Богу. Вот важность молитвы в том внутреннем, правильном духовном устроении человека. В другом месте, в Священном Писании Господь говорит, что Бог гордым противится, и только смиренным дает свою благодать. И поэтому сегодняшняя Евангелие напоминает нам, как и о молитве, что она должна быть правильной, и о том, что нужно искоренять в себе эту гордоливую спесь, нужно искоренять в себе эту привычку смотреть на людей, меня окружающих с высоты какого-то своего птичьего полета, что понимать, что если я пощусь, это не повод превозноситься над людьми, это не повод осуждать других людей, это не повод гордиться и ставить себя выше всех остальных. А вот образ смиренного мытаря, он дается как некий пример для подражания каждому человеку, который вступит в дни Великого Поста. И если человек не искушен, если человек не имеет какого-то серьезного опыта духовной жизни, такой живой духовной жизни, то, конечно, у этого человека появится, если тем более это как-то первые его посты, такая первая религиозная практика, то у такого человека, конечно же, появится внутреннее ощущение, что я-то лучше, чем прочие люди, они-то грешники и прелюбойдение постятся, а я-то вот какой хороший, я пощусь, и человек начнет всем рассказывать о том, что какой он замечательный, что он постится. Вот здесь, конечно, гордость, человек начнет в своем сердце взращивать эту гордость, которая уничтожит все остальные положительные плоды. И это евангельское чтение, пример фарисея и мытаря, он как раз предостерегает от этого. Он предостерегает от гордыни и подвигает искать этого божественного смирения, вот того самого смирения, которое открывает перед человеком врата Царствия Божьего. Вторую неделю мы вспоминаем, и образы, которые мы встречаем во вторую неделю, они, несомненно, перекликаются с образом недели мытаря и фарисея. Это неделя о блудном сыне. Вот тоже и притча, сама очень известная, которая была воплощена и в прозе, в мировой литературе классической, и в живописи о блудном сыне. И, собственно, даже в самом наречии такое понимание или такое словосочетание, как блудный сын, оно очень распространено у нас в России. Но зачастую многие слышали, но далеко не все знают, что свое основание такое вот словосочетание берет из евангельских мотивов. Это тоже притча. Притча о неком блудном сыне, который подошел к отцу. Было два сына. Вот старший, младший. Вот один из них подходит и говорит, отец, вот отдай вот все, вот все, что твое, ведь мое. И есть же какая-то часть, которая причитается мне. Отдай вот то, что мне причитается, я пойду сам и как-то буду сам устраивать свою собственную личную жизнь. Отец отдает. Он уходит в далекую страну. И в этой далекой стране он просто проматывает и прожигает это богатство. И в один прекрасный момент он понимает, что он гол, как сокол. Что у него ничего не осталось, а в этой стране еще начался голод. Вот ему пришлось, человек, у которого богатый отец, у которого есть определенное состояние, ему пришлось пойти к одному из жителей той страны, наняться к нему на работу и пасти свиней. Здесь тоже очень важно нужно понять, что для иудеев вот той эпохи, того уклада, того понимания, свинья вообще было нечистое животное. Вот соприкасаться со свиньей нельзя было, есть свинину нельзя было, держать свиней нельзя было, естественно, пасти свиней нельзя было. А у него выхода не было. Ему нужно было хоть как-то выживать, и поэтому он соглашается на это и идет в пасти этих свиней. И хотел бы он питаться даже рожками, то есть вот какой-то баландой, которую свиньям давали, питаться даже этими помойами, но и это ему не давали. И вот здесь он сел, вспомнил о том, что у меня же ведь есть отец. И у отца наемники, то есть те люди, которые работают у него, они излишествуют в пище. То есть они ни в чем абсолютно не нуждаются. Пойду к отцу моему и скажу ему, прости меня, отче, ибо согрешил пред небом и пред тобою, и прими меня хоть одного из наемников твоих. И вот происходит такой внутренний перемен, и покаяние он встает, идет к отцу, а у отца-то сердце, конечно, болело о сыне. И отец, конечно, думал, переживал, молился, наверное, о нем. И когда отец издали увидел, что идет его сын, вот здесь проявляется такая подлинная отеческая любовь. И в этой притче, конечно же, есть определенные образы, потому что блудный сын – это любой человек. А образ отца – это образ любящего Бога отца, который готов принять любого человека и абсолютно без всякого укора, абсолютно не напоминать ему о том, как ты вот паршивец. Он пожил вдалеке от отца, понял, как плохо без отчего крова, вот там наголодался, вот теперь будешь знать. Ничего подобного нет. Отец выходит, падает ему на шею и говорит, это сын мой, который был пропащим и нашелся, который был мертв и ожил. А сын успел только сказать ему, что отче согрешил пред небом и пред тобой, и более не достойно называться сыном твоим. Он даже не успел сказать, прими меня как одного из наемников твоих. Отец позвал слух, его одели в одежду, которую достойно было сына. Отец одел ему перстень на палец, что свидетельствовал о том, что он принимает его именно как сына. Он закатил пир, и пришел старший брат, который пришел с поля и увидел о каком-то шуме, о каком-то празднестве, спросил одного из слух, что происходит. А слуга говорит, брат твой, которого столько не было, пришел, отец радуется, и старший сын даже не хотел войти в дом. Он начал выставлять какие-то претензии отцу, он начал обижаться, говорит, вот я столько с тобой, служу тебе честно и исправно, а ты ни разу даже не дал мне, значит, с друзьями повеселиться там с козленочком, а тут целого теленка забил. Он проявил какую-то нелюбовь, он проявил черствость, он проявил в конечном итоге зависть. И отец успокаивает сына, что все мое твое. Но это же твой брат, который был мертв и ожил, который был потерян и нашелся. Вот он увещевает своего старшего сына. И здесь мы опять же видим, как я уже выше сказал, перекликаются определенные образы. Младший сын – это образ того мытаря, которого мы встречали в первой притче. Образ старшего сына – это образ горделивого фарисея, который живет по букве закона, а не по милости. Вот в другом месте Евангелия мы неоднократно встречаем, когда Господь говорит, идите и научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». И вот здесь потрясающе проявляется эта милость и любовь Бога. Но с другой стороны, перед нами опять же показан образ отрицательного героя и образ положительного героя, через который мы должны понимать, что от одного мы должны, одно мы должны как-то вытеснить из своей души и своего внутреннего мира, а другое – вот это покаяние, вот это смирение постараться в нашей душе приобрести. Ну и, конечно же, образ блудного сына – это образ покаяния. Вот того покаяния, которое преображает внутренний мир. И каким бы ни был страшным грех, Господь готов всегда принять своего блудного сына, который каждый из нас по отношению к Богу является, всегда без малейшего упрека готов принять, если он придет в себя, задумается, встанет и пойдет навстречу Бога. Третья неделя – это неделя о страшном суде, которым Церковь напоминает нам о том, что придет время, когда наша человеческая история закончится. У каждого человека закончится его собственная история на земле, и это время придет значительно и значительно несоизмеримо раньше. Для каждого из нас 50, 70, 80, пусть даже 100 лет, но каждый из нас предстанет на суд судьи нелицеприятного. Но вот будет некий общий суд, и здесь Господь дает нам или показывает, приоткрывает перед нами определенные критерии, согласно которых он будет судить. То есть те законы, по которым он будет судить человечество. И это тоже притча. Это та притча, в которой есть некая мораль, некий намек, который важно для каждого из нас увидеть. Что он поделит человечество как бы на две половины и на два лагеря. Одних он условно называет овцами, других условно называет козлищами. Овец поставит по правую сторону, козлищ по левую. И вот те, которые по правую, он обращаясь к ним, скажет, алкал я, и вы накормили меня, жаждал я, и вы напоили меня, странником был, и вы приютили меня, нагим был, и вы одели меня, в темнице, в больнице был, и вы посетили меня. На что те, которые по правую сторону скажут, Господи, да, и говорит, что поэтому наследуйте благословенное царство отца моего небесного. И они скажут, Господи, когда мы видели тебя таковым? А он скажет, если сделали таковое одному из малых сих, то есть людей, значит, и мне сделали. А тем, которые по левую скажут, что алкал я, и вы не накормили, жаждал и не напоили, в темнице был, в больнице не посетили, голодным, холодным не обогрели, не приютили, не одели, то есть не проявили никак свою любовь по отношению к людям, вас окружающим. Поэтому, значит, и мне не проявили. Идите, проклятые, в огонь вечный. И вот и одни пойдут в жизнь вечную, вторые пойдут во тьму вечную. То есть, вновь повторюсь, это притча. Это притча, которая показывает нам с одной стороны некий механизм, а с другой вот те критерии, по которым Бог будет судить. И вот один из главных критериев это человечность. Проявил ли ты человек в своей жизни элементарную человечность? Проявил ли ты человек в своей жизни любовь? Не рассуждал на тему любви? Не поучал других, что нужно любить? А сам ли эта любовь в делах и поступках по отношению к близким тебе людям и к просто окружающим, нуждающимся в твоем внимании, в твоей помощи ты проявил эту любовь по отношению к людям? Если да, то эта любовь проявила мне. И здесь, опять же, очень важный момент, на который я постоянно обращаю внимание, что Господь нигде в этой притче не спрашивает, а посещал ли ты храм? Молился ли ты как часто, утром, вечером? Исполнял ли ты полностью вечерние правила или не полностью? Внимательная у тебя молитва была или рассеянная? Как часто ты посещал храм и как часто ты исповедовался или причащался? Ни одного подобного вопроса нету. Что свидетельствует о расстановке приоритетов? Все, что я сейчас перечислил, конечно, важно и нужно, но это средства. Это средства, которые помогают нам стать людьми с большой буквы. Это средства, которое помогает мне стать человеком. Это средства, которое помогает мне стремиться к Богу и стать в конечном в конечном в конечном итоге приобрести или стяжать Бога в своем сердце. А самое главное это вот это Бога, общение, Бога единение. И если Бог действительно в моем сердце, то я буду в своей жизни жить так, как жил Христос на земле. То в своей жизни я буду проявлять то самое главное, к чему Христос меня призывает. То есть, самое главное, к той любви, к той теплоте, к той правде, к той доброте, которую я должен проявлять по отношению к окружающему миру. А если я этого не делал и не хотел делать и не собирался делать и наоборот сеял вокруг себя зло, то, к огромному сожалению, услышу эти страшные слова Христа «Идите от меня проклятый в огонь вечный». И последнее воскресенье, вот в рамках которой мы, собственно, сейчас находимся, сейчас живем, это воспоминания Адамова изгнания из рая. Вот, собственно, одна из первых заповедей, которая была дана в раю, это заповедь, в том числе, о посте. Это заповедь, в том числе, о определенном воздержании. От всех древ, которые есть в раю, вкушай, от древа познания добра и зла не вкушай, ибо в день, в который вкусишь смертью, да умрешь, говорит Господь Адаму. И, естественно, Адам об этой заповеди должен был рассказать Еве. Они нарушили и по велику через невоздержание в природу человека вошла смерть, вошли болезни, вошел вот этот внутренний хаос и разлад, поэтому через воздержание должно произойти внутреннее упорядочение. И поэтому здесь мы вспоминаем о том, что в дни Великого Поста основное назначение, основные приоритеты нашего внутреннего духовного устремления, они должны быть к Богу. Они должны, не должно быть ни ограничения в пище, ради ограничения в пище, не должно быть посещения храма ради посещения храма, не должно быть участия в причастии ради самого причастия, а есть некая цель, к которой, собственно, мы должны двигаться, а это средства. Средства, которые помогают человеку достичь эту цель, а цель – это Бог, цель – это Царствие Божие. Я благодарю вас за эту беседу. Уважаемые телезрители, мы встретимся с вами ровно через неделю в следующую субботу на телепроекте «Дорога к храму». Всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok